В эфире телеканал Одесна ТВ Новости. В студии работает Ксения Ложкова. Здравствуйте! Сегодняшние главные темы. Ветеран труда отметил 90-летний юбилей. Ищем я благодарю вас за такое мероприятие. Неравнодушные горожане присоединились к Международному субботнику. 29 апреля свой 90-летний юбилей отпраздновал ветеран труда, почетный житель Десногорска Ситько Андрей Никонорович. В этот день в доме Андрея Никоноровича не затихали звонки. Поздравить именинника спешили члены Совета ветеранов и все, кто с ним знаком. Кроме телефонных поздравлений не обошлось и без личных визитов. Так, поздравить юбиляра приехали представители городской администрации и общественных организаций. Очень вам благодарны за то, что вы не только вкладываете свой труд, свое воспитание, свой опыт в воспитание молодого поколения, но трудом и свои мероприятия тоже сами организовываете. Низкий вам поклон. Подарком стала книга Константина Рокоссовского «Солдатский долг». Юбиляр получил ее от депутата Десногорского городского совета Дениса Куралесова. Также присоединились к поздравлениям и сотрудники медико-санитарной части номер 135 и военного комиссариата. Прежде всего, конечно, здоровья, заботы близких, бодрости духа, потому что на вашем примере воспитывается новая молодежь. Долгих вам еще лет жизни. Спасибо вам большое за ваш подвиг. Мы молодежь, все помним, не волнуйтесь. От имени главы Десногорска Андрея Шубина с поздравлением выступила пресс-секретарь администрации Екатерина Хасько. Через социальных работников ветерану был передан подарок от губернатора Смоленской области Алексея Островского, а также личное письменное обращение от президента Российской Федерации Владимира Путина. Очень приятно. Я благодарен искренне, что администрация вспомнила об этом, что есть такие люди старшего поколения, на которых надо обращать в будущее внимание. Причину своего долголетия Андрей Никонорович видит в постоянном труде. Он начал работать, когда ему не было и 12-ти. С тех пор никогда не останавливался. После войны связал свою жизнь с атомной отраслью. Через его руки прошел запуск восьми атомных реакторов. Это на Белоярке три аппарата АМБ-100, АМБ-200, аппарат на быстрых нейтронах. В Казахстане БН-350, на Лавизе БВР-440 и в Финляндии. В свои 90 лет Андрей Никонорович активный участник общественной жизни города. Он не только принимает участие в патриотических мероприятиях, но и сам выступает их организатором. 5 мая активисты ППО отделения САЭР, сотрудники Смоленск Атомэнергоремонт и службы благоустройства Десногорска провели совместное мероприятие. Так неравнодушные жители присоединились к Международному субботнику. В рамках этой акции приводят в порядок памятники советским воинам, которые спасли мир от фашизма. В Десногорске был благоустроен Курган Славы. На территории мемориального комплекса было высажено более полутора тысяч саженцев цветов. В конце выпуска о погоде. 7 мая в Десногорске переменная облачность, возможен дождь. Днем плюс 13, ночью плюс 4. На сегодня выпуск завершен. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова